Ну что, любите скорость? Итак, Китая находится крупнейшая сеть высокоскоростных поездов в мире. Она простирается на невероятных 25 тысяч километров по всей территории страны. Но хоть это и звучит впечатляюще, я не могу понять, зачем тратить целое состояние на строительство огромной сети скоростных поездов, если есть самолеты. И вот что я выяснил. Допустим, вам нужно добраться из Пекина в Гонконг. Спорю, что в первую очередь вы подумаете, почему бы не полететь самолетом? Так будет быстрее всего. А вы уверены? Сначала вам нужно добраться до аэропорта. Затем не заблудиться в огромном мультитерминальном транспортном узле. Если вы приехали в аэропорт заранее, нужно подождать еще немного, и только тогда... А нет, рановато. Скорее всего, ваш рейс задержат. Еще одна проблема заключается в том, что воздушное пространство в Китае сильно перегружено. Добавьте к этому серьезный недостаток посадочных слотов, и что получается? Правильно, длинные и утомительные задержки. Но вот наконец-то ваш самолет взлетает, ура, и через 3 часа и 40 минут вы приземляетесь в Гонконге. Однако расслабляться пока рано. Вы приземлитесь в аэропорту, расположенном на острове, так что придется сесть в электричку, чтобы добраться до города. А что насчет высокоскоростных поездов? Во-первых, большинство центральных железнодорожных станций находятся в центре города, поэтому до них легко можно добраться на метро. Там не придется проходить тщательный контроль безопасности перед посадкой. И даже если задержки происходят, это случается не так часто и длится не так долго, как в аэропорту. Прибавьте к этому более широкие кресла, больше пространства для ног и свободы передвижения. Современные поезда-пули предлагают пассажирам больше комфорта. О самолетах такого не скажешь, верно? В Гонконге поезд привозит вас на центральную станцию Каулун. А это, надо заметить, очень удобно. Но самое важное – это цена. За перелет из Пекина в Гонконг можно отдать целых 500 долларов. А вот поездка на поезде будет стоить намного дешевле – около 150 долларов. Конечно, поездка на поезде длится на 5 часов дольше. Но помните, что 3 часа 40 минут – это время самого перелета из Пекина в Гонконг. Если добавить сюда задержки, контроль безопасности, дорогу в аэропорт вылета и дорогу из аэропорта прибытия, ну, сами понимаете, сегодня практически все китайские путешественники выбирают вместо самолетов высокоскоростные поезда, в том случае, если им нужно проехать меньше 800 километров, что примерно равно расстоянию от Москвы до Казани. Несмотря на небольшое различие во времени в пути, учитывая контроль в аэропорту и электричку, аэропорт, самолет-электричку, цена билетов на поезд обычно в 2 или даже 3 раза ниже. Например, чтобы добраться на самолете от Гонконга до Чанша, вам понадобится 3 часа 35 минут и около 330 долларов. Но если поедете на поезде, то сэкономите и время, и деньги. Это займет 3 часа 12 минут и будет стоить около 76 долларов. Именно поэтому авиакомпаниям приходится уменьшать или даже совсем отменять услуги, конкурирующие со сверхскоростными поездами. Например, когда открылось сверхскоростное сообщение между городами Чэнду и Сиань, ведущие авиалинии, обслуживающие этот маршрут, сократили количество ежедневных рейсов от нескольких десятков до двух-трех. Итак, очевидно, что полеты в Китае не самый дешевый и удобный способ куда-то добраться. Но каковы другие преимущества строения таких дорогих высокоскоростных железнодорожных сетей? Как насчет того, что затраты на строительство в Китае намного ниже, чем в других странах? Смотрите сами. Большинству европейских стран придется выложить от 15 до 23 миллионов долларов за строительство полутора километров высокоскоростного железнодорожного полотна. В Америке стоимость еще выше – около 33 миллионов долларов за полтора километра. В то же время Китай тратит всего 10-12 миллионов долларов на полтора километра полотна. Пожалуй, это объясняет, почему в Китае скоростных линий столько же, сколько в совокупности во всем остальном мире. Но как Китаю удается сохранять такую низкую стоимость по сравнению с Европой и США? Зарплаты здесь значительно ниже, чем на Западе, а это значит, что на строителей тратится меньше денег. Плюс высокоскоростные дороги строятся за счет местных материалов, а это помогает не только экономить деньги, но и поддерживать местную экономику. Но самое важное заключается в том, что все части железной дороги, такие как рельсы и насыпи, стандартизированы. Это значит, что производители могут просто нажать комбинацию и скопировать-вставить, чтобы создать следующий элемент моста, а это, как вы понимаете, сильно уменьшает затраты. В состав китайского высокоскоростного железнодорожного полотна входит множество виадуков. Несмотря на высокую стоимость, они спасают сельскохозяйственные угодья и помогают поездам преодолевать реки. Есть еще одна хитрость, которая влияет на конечную стоимость путей. Снова ситуацию спасает стандартизация. Я хочу сказать, что вы вряд ли увидите захватывающее разнообразие дизайна виадуков. Да и балки моста бывают либо 24, либо 32 метра в высоту. Без вариантов. Кстати, все балки производятся на временных фабриках, расположенных вдоль будущей железной дороги, чтобы не приходилось транспортировать их на расстояние больше 8 километров. Похоже, в ближайшее время Китай не собирается прекращать развивать свою железнодорожную систему. На самом деле, сеть высокоскоростных железных дорог в стране скоро переедет под воду. В ближайшем будущем китайцы собираются начать строительство 77-километрового высокоскоростного железнодорожного полотна между Чжоушанем, городом-островом у восточного побережья Китая, и Нинбо, портовым городом к югу от Шанхая. Эта линия будет включать в себя подводный тоннель протяженностью 16 километров, что сделает его первым высокоскоростным подводным тоннелем в Китае. К тому же, это сократит время в пути между городами с четырех с половиной часов на автобусе или двух с половиной часов на машине до 80 минут комфортной поездки на поезде пули. Скорость таких поездов будет достигать 250 км в час, что медленнее других поездов пуль. Но все же! И это еще не все. У Китая имеются и более грандиозные планы. Система скоростных железных дорог будет так расширена, чтобы она смогла соединить 80% всех городов с населением больше миллиона. Это значит, что сеть может растянуться на целых 30 тысяч километров. Для сравнения, окружность Земли составляет 40 тысяч 75 километров. И последнее, но не менее важное. В Китае есть не только самая большая сеть высокоскоростных поездов, но и самый быстрый в мире поезд. Шанхайский Маглев курсирует от шанхайского аэропорта Пудун до железнодорожной станции Лангьян, где пассажиры могут пересесть на вторую линию шанхайского метро, чтобы добраться до центра города. Максимальная скорость поезда составляет невероятные 431 километр в час, поэтому поездка на расстояние в 30 километров занимает всего 8 минут. Однако большинство пассажиров все еще предпочитает добираться в аэропорт и по прибытии ехать в центр города на метро, потому что Маглев стоит намного дороже. Но послушайте, если время поджимает, я бы предпочел заплатить за удобство. К тому же круто было бы смотреть в окно, мчась на огромной скорости. Настоящий эффект размытия! А вы когда-нибудь ездили на поезде пули? Пишите в комментариях! Если сегодня вы узнали что-то новенькое, поставьте этому видео лайк, поделитесь им с другом и загляните на яркую сторону жизни, чтобы увидеть больше крутых видео!